всем привет и сегодня я хочу вместе с вами с девочками полистать журнал с новыми трендами этого года и этого лета это весны и лето 2018 посмотрим что в этом году модно что нам диктуют журналы да что нам диктуют модные дома все это с вами мы пролистаем значит начнем наверное с трендов таких макияжных что нам диктует журналы значит тренд этого года это будет у нас синий цвет вот видите значит значит здесь вот девушка которая украла мою фамилию ольга геллер рекомендует нам обязательно использовать что-то синее и найти свой синий оттенок мне не нравится синие оттенки на ногтях мне не нравится синие оттенки на губах поэтому это все отметаем сразу синие какие-то стрелки я тоже не люблю но темно-синие смоки вполне мне нравится я вам показывал уже макияж синие смоки поэтому какие-то красивые самое главное чтоб синий оттенок был глубоким да вот у нас здесь представлен макияж девушка вот такой демонстрирует макияж конечно же это подиумный вариант но синий цвет тут достаточно глубокий и достаточно такой симпатичный симпатично очень смотрится значит брови мне таки однозначно не нравится я вообще не люблю неухоженные брови вот эти модельные брови это абсолютно смотрится некрасиво также негативно отношусь к тушам ярких цветов ярких оттенков на мой взгляд это смотрится очень дешево и очень колхозно поэтому не важно что нам диктуют тренды важно оставаться собой вот важно чтобы это было красиво покажу вам наглядный пример вот такие красивые синие серые тени показывала вам это christian dior и также я для себя выбрала вот такие вот оттенки смотрите да то есть тоже очень очень красиво они будут смотреться глубокие синие вот такой вот и более такой знаете уходящий тоже такой чуть-чуть серый тоже такой очень красивый оттенок да то есть вот такие вот синие глубокие оттенки они будут смотреться просто потрясающе на глазах особенно если вы будете немножко их как-то миксовать будет смотреться потрясающе поэтому я считаю что из этого тренда вполне достаточно использовать красивые синие оттенки следующий тренд вот это у нас красный цвет видите модные дома у нас выпускают различные такие оттенки вот здесь написано что 2008 на 2018 году будет очень популярна красный цвет на повседневную жизнь принципе что я делаю губы я ношу именно вот на повседневку красные мне очень очень нравится значит огненно-красные оттенки нам рекомендуют как вы видите да и и также используют их на глаза вот у нас представлены тени но если честно мне не очень нравится такие варианты я их не понимаю лаки красные всегда хорошо отношусь красным лаком даже тушь для ресниц у нас видите тоже такую придумали странную вот карандаши тоже с для глаз с таким оттенком красного от но мне кажется тоже too much вполне достаточно будет ограничиться красивой красной помадой и этого будет достаточно из этого тренда я для себя выбираю красную помаду красным помадам я отношусь очень так знаете осторожно и серьезно и считаю что красная помада должна обязательно быть хорошей и качественной у меня это исти лаудер коллекция пор колор такая помадка она вот прям видно что она прям очень очень увлажняющая классная помада и при этом очень долго держится на губах это самая моя любимая сейчас помада пор и color envy 420 420 оттенок очень классная помада и также я для себя из этого тренда выбираю лак у меня вот такой красный лак от dior 853 оттенок очень красивый оттенок здесь даже более такой более кровавый даже такой оттеночек вот ну мне кажется что таких трендов вполне достаточно без каких-то излишеств красного на глазах все-таки это такой знаете более подиумный вариант вот ну и конечно красный карандаш и для глаз я тоже не приемлю вот мне кажется вполне будет достаточно этого далее пройдемся по трендам в аксессуарах и в одежде одним из таких трендов у нас являются перья перья могут быть везде перья могут быть на шляпах перья могут быть на сумочках такие сумочки в этом году модные перьевые даже летом вы можете их носить также остаются и перекачивают из прошлого сезона перья на обуви вот такие босоножки у нас представлены в прошлом году кстати было очень модно тоже было много моделей с перьями но я как-то не решилась на перья все-таки здесь это более такой клубный вариант я клубы не посещаю поэтому как-то такая опыт для меня немножко не актуально ну и конечно же перьевые такие различные сережечки будет очень актуально если знаете такие перышки такие да тоже очень красиво вот ну и вот такие вот пояса с декоративными отделками следующий тренд этого года это пластик помните в прошлом году тоже входили в моду вот такие вот босоножки различные с пластиком но я их не приобретала и даже не думала этого делать потому что я считаю что для здоровья ног это абсолютно неправильный какой-то тренд да и это некрасиво смотрится если честно на ногах поэтому мне данный тренд в обуви не нравится я его не поддерживаю в шляпах сумках данный тренд сейчас очень много сумок именно с таких вот прозрачных пластиковых тринадцатом году все это как я уже сказала было тоже модно все эти пластиковые сумки пластиковые зонтики тоже были модны поэтому это знаете сейчас все такой камбэк все возвращается мне лично не нравится пластиковые сумки тем что это все видно абсолютно что вы несете с собой знаете какой-то мини-хаус в сумке в любом случае сколько бы вещей вы не положили на мой взгляд это смотрится некрасиво вот к зонтикам прозрачным я отношусь очень даже хорошо вот так что вот такие вот у нас были тренды да сейчас тренды из аксессуаров мы посмотрим пёрышки вам уже показала вот у нас тренды по аксессуарам то есть это массивные такие сережки брошки возвращаются в моду опять но я думаю что вы уже в курсе сейчас брошки практически везде на жакетах на платьях на джемперах сейчас везде это модно вот так что до металлические браслеты будут модно этим летом но на мой взгляд это слишком готично поэтому мне не очень нравится я люблю что-то более женственное честно говоря дальше у нас остается в моде пудра пудровый шик пудровый цвет как раз в этом году я себе купила такое платье на этот год вечерние так что я очень рада я в тренде хотя особо никогда не гонюсь за трендами я выбираю просто красивую женственную одежду то что приятных оттенков то что смотрится очень женственно красиво кукольная выбираю на такие вот вещи мне абсолютно все равно в моде они в тренде или нет я просто очень люблю женственную одежду вот такие вот клатчи у меня есть такой клатч паеточках золотой золотого цвета кстати очень они всегда подходит к много чему совету тоже приобрести какой-то такой клатч чтобы он у вас был такой вот небольшой тоже каких-то легких пайетках хорошо очень смотрится розовый цвет макияже очень тоже красиво обожаю люблю этот тренд вот сидит у нас такая девушка туфельки джимми чу розовенькие кстати не люблю острый нос вообще абсолютно не приемлю последний раз острый нос носила в последнем классе наверное 2007 2008 начало 2008 года после этого больше не одевала не одевал уже десять лет и если честно очень рада потому что когда у тебя размер ноги 39 40 это смотрится отвратительно вот это смотрится отвратительно и мне кажется некрасиво вот но не нравится мне не нравится и очень рада что сейчас очень много другой альтернативной обуви кстати витами ногти прям тренд тренд по одежде начнем с коллекции гуччи коллекция весна-лето 2018 гуччи это единственная коллекция которая вообще меня как-то зацепила в этом году я не могу сказать что мне все понравилось нет здесь очень много каких тому же подобных на мой взгляд вещей да то есть для меня неприемлемо например носить такие вот фасоны видно да то есть слишком много мужеподобных вещей я люблю все-таки женственные вещи но у них есть очень красивые сарафаны вышли новые очень красивые легкие летние сарафаны комбинезончики прям из легкого такого шелка это будет смотреться поверьте очень-очень женственно и красиво и у них вся коллекция преобладает в цветочном принте что тоже мне кажется очень женственно и в таких знаете оля 60 и 70 годы то что это такое может даже 30 смотрится очень-очень на мой взгляд женственно дальше вот эта коллекция еще одну посмотрим на коллекцию но тут уже не знаю вот коллекция в стиле шестидесятых годов там не не очень близки кстати да все таки вот это это тридцатые годы было вот модно очень просто вспомнила значит здесь конкретно шестидесятый год и если честно мне не очень близок этот стиль когда все слишком пестро все в одном цвете я это как-то не люблю я слишком ярко слишком кричащий то есть если бы это были какие-то нежные оттенки это еще одно но здесь конкретно такие вот оттенки достаточно контрастные не очень мне нравится и вот их с такой стиль жаклин кеннеди ну на мой взгляд это не очень смотрится я не люблю сочетание розового с черным это очень вульгарно так что не знаю напишите как вы относитесь но на мой взгляд красиво здесь такого за что можно зацепиться абсолютно нет переходим к следующей коллекции коллекции дольче габбана кстати коллекции дольче габбана в этом году какая-то абсолютно мне кажется темненькая получилось если вы посмотрите в интернете также коллекцию дольче габбана этого лета вы знаете как-то все слишком уныло как-то мне не особо понравилось я обычно очень люблю коллекции дольче габбана если вспомнить их прошлый позапрошлый год их лимоны вот эти яркие это все настолько как-то ярко сочно смотрелось в этом году нет же не в этом году все какое-то черно-белое вот такие вот модели у нас тут на мой взгляд не очень если честно дальше коллекция роберта кавалли роберта кавалли конечно больше всегда уделяет внимание женственности женственным моделям здесь у нас прибладают также темные цвета но здесь очень женственные силуэты да то есть сравнить вот эту коллекцию и сравнить вот эту коллекцию да то есть видно что тут абсолютная такая женственность по силуэтам все сделано чтобы подчеркнуть красиво женскую фигуру потому что даже если гуччи взять посмотрите то есть ни одна ни одно платье ни один лук ни один образ не подчеркивают женскую фигуру статус видно видите да кстати абсолютно отвратительно вот это вот выглядело да с головой выйти на подиум это очень страшно вот поэтому на мой взгляд это берта кавалли самая такая женственная коллекция получилась но так опять-таки знаете да что-то аля такое про это портэ вот это по крайней мере это платье да то есть ну это не вещи в которых вы можете выйти куда-то свет на выпускной даже то есть даже мне кажется не вечерние одежда деяние это что-то не очень приятно если честно две последние коллекции посмотрим с вами эта коллекция versace клеточка у нас преобладает опять-таки очень такая делового стиля коллекция не нравится мне абсолютно аля вот эти школьные шотландские юбки гетры нет слишком как-то вульгарно слишком ноляписта особенно вот этот вариант не нравится эта коллекция абсолютно тут написано что вдохновились они 90-ми да то есть яркая палитра цветов платье бондо ну вот почему-то донателло так увидела этот сезон но если честно не понравилось мне и коллекция томми хилфингер такое все а-ля спортивная кстати вот этот лук очень такой прикольный если у вас хорошая фигура точнее не хорошая а худая если вы худая девочка то вот этот наряд на вас будет смотреть